Возможно ли не чувствовать одиночество, если в мире больше никого не осталось? Можно ли радоваться жизни, когда любой день может стать для тебя последним? И насколько длинный путь можно проделать, лишь благодаря надежде? Доброго времени суток, уважаемые зрители! Я продолжаю делиться своим мнением о произведениях, которые достойны вашего внимания. И на повестке дня у нас манга «Постапокалиптические сёдзо похождения», также известная как «Девушки в последнем путешествии», за которую ответственна мангака под ником Цукумидзу. Перед тем, как мы начнём, я хочу выразить особую благодарность подписчику с ником Санчес. Именно благодаря его финансовой помощи и было создано это эссе. Большое спасибо. Но вернёмся к истории. История повествует о двух девушках по имени Тито и Юри, которые отправляются в путешествие по миру после разрушительной катастрофы. В их путешествии им помогает их верный железный конь, который очень сильно похож на модифицированный Кэттенкрад. Полугусеничный мотоцикл высокой проходимости, разработанный и массово выпускавшийся в Германии в годы Второй мировой войны. На этом транспорте девушки ищут ресурсы и продукты на развалинах из Полинского города, попутно задаваясь вопросом, а что же случилось с миром? И в основе своей перед нами произведение жанра повседневности. Размеренное путешествие двух героинь и их разговоры о пустяках. Чтение книг, стирка, поиск еды и тихое созерцание дождя. В этом путешествии героини провели годы, не встречая на своем пути практически никого из живых людей. Изначально девушки отправились в путь, потому что так сказал дедушка одной из героинь. И он дал им координаты места, до которого они должны добраться. Поэтому на проверку оказывается, что путешествие девушек не бесцельное. У них есть план, и они его придерживаются. Вот только путь их занял намного больше времени, чем планировалось. И само путешествие уже стало для них неким смыслом жизни. Но об этом мы поговорим подробнее чуть погодя. И если честно, изначально глядя на обложки, я думал, что меня ждет что-то в духе произведения девочки и танки. Ведь на главных ролях тут тоже две девушки, которые перемещаются в пространстве на железном коне на гусеничном ходу. Но к моему большому удивлению, самым близким аналогом оказалась манга Блэй. Да, здесь нет мега структуры. Нет огромных роботов и сражений с киборгами. Хотя огромные роботы есть. Но зато есть кое-что другое. Атмосфера одинокого путешествия по руинам мира, которая вполне может даже не прийти к завершению. Да, конечно, мангаки Цукимидзу далеко до архитектурной вылизанности Нихея, автора Блэйма. Но я должен заметить, что ее индустриальный апокалипсис выглядит очень даже убедительно. Мы часто видим в последнее время, что апокалипсис показывают в зеленых тонах, чтобы подчеркнуть, что природа забирает то, что принадлежит ей по праву, покрывая улицы травой и поглощая плющом стены городов. А вот в последнем путешествии, так же как и в Блэйме, мы видим именно индустриальный апокалипсис, переплетение труб, проводов и разрушенных этажей, бесконечные стены из бетона и покореженного металла, брошенная и давно проржавевшая техника. Природа и органика в таком визуале является редким гостем, и это осознанное решение, потому что это пресекает одну из стандартно важных тем постапокалипсиса, которая звучит как «жизнь продолжается». Осознанное вычеркивание этой темы из визуального нарратива дополнительно усиливает ощущение безвыходности, обреченности и приближающегося конца. Подчеркивая отказ от темы «жизнь продолжается», героини периодически встречают на своем пути последних выживших людей, и все диалоги с ними, пусть и проходят в легкой и полушутливой форме, но они настолько сквозят обреченностью, что создается ощущение, что стоит персонажам разойтись и пойти своей дорогой, как собеседник может пустить себе пулю в голову. Но несмотря на атмосферу обреченности, милые диалоги между героинями и забавные ситуации, в которые они попадают, сильно расслабляют читателя и зрителя. Почему зрителя? Все просто, потому что в 2017 году выходит одноименный аниме-сериал. Но нужно также отметить, что в 2017 году специально к выходу аниме-адаптации выходит небольшая антология из двух томов под названием «Девушки в последнем путешествии. Официальная антология», над которой трудилось 25 различных художников, каждый из которых представил свою небольшую зарисовку о приключениях героини. Маленькие истории по 4-6 страниц, нарисованные в разных стилях и рассказанные в основном в юмористическом ключе. Эта антология хорошо подойдет для тех, кто хочет еще раз окунуться в атмосферу спокойных деньков основной марги. Осенью 2017 года от студии White Fox выходит 12-серийная аниме-адаптация. Нужно отметить, что само аниме сделано очень хорошо с технической точки зрения, и студия проделала отличную работу с визуалом. Детализация элементов окружения, игра светотени, легкий эффект размытия и цветовая палитра все сделано на высоком уровне и прекрасно передает атмосферу мертвого индустриального мира. Сама история исправно следует событиям манги, хоть и чуть-чуть меняет и изменяет события, оставаясь при этом в пределах допустимых покрешностей. И казалось бы, перед нами идеальная адаптация. За исключением одного момента. Последняя серия аниме примерно соответствует 28 главе манги, оставляя за бортом часть приключений. И хотя последнее путешествие можно назвать однообразным, поэтому в таком произведении жанра повседневность потеря части контента не ведет к сильным пробелам в сюжете. Аниме все же делает непоправимую и самую большую ошибку. Аниме девочки в последнем путешествии заканчивается на промежуточном, позитивном и жизнеутверждающем моменте, полностью сводя на нет весь смысл истории манги, который авторша раскрывает в самом конце. И именно так плавно мы и подбираемся к самому важному моменту, ради которого вся эта работа и затевалась изначально. Невероятно сильный и запоминающийся финал манги, о котором мы сейчас и поговорим. И да, еще раз предупреждаю, что сейчас будут спойлеры к финалу аниме, а главное, к финалу манги девочки в последнем путешествии. Поэтому, если вы еще не прочитали это произведение и хотите сами с ним ознакомиться, то рекомендую сделать это незамедлительно. С другой стороны, если вы все еще не уверены, что это произведение достойно вашего внимания, то, возможно, данный сегмент изменит ваше мнение, и уже со знанием финала вы по-новому взглянете на путешествие двух героинь к своей цели. В финале аниме девушки и загадочное маленькое существо, которое к ним привязалось, находят старую подводную лодку. С помощью этого существа они подключаются к старым архивам и смотрят на записи мира, который еще не был уничтожен войнами. Под красивую классическую музыку зрители и героини видят вспышки информации о людях и прошлом, которые перемешиваются в единый поток, переходящий в рассказ о том, как машины обрели разум и в итоге началась война, которая и привела к концу света. А непосредственно перед концом героини встречают некое подобие биоробота, такого же, как и их маленький попутчик, только большого. Эти новые существа, если их так можно назвать, поглощали ядерные ракеты на подлодке и тем самым росли и размножались. Затем девушки под очередную красивую и лирическую музыку смотрят, как эти существа улетают прочь, словно отзеркаливая их путешествие. Аниме метафорически говорит нам, что жизнь продолжается. И на последнем кадре девушки тоже продолжают свое путешествие. Это хороший, красивый и меланхоличный финал, который подходит для того, чтобы оставить зрителя с улыбкой на лице. И я не сомневаюсь, что именно в этом и состоял план режиссера и студии. Создать очередную сезонную повседневность. И произведения в духе милой девушки делают милые вещи, только в уникальном для слайсов окружении. И, к сожалению, если бы я не знал о первоисточнике, я бы тоже спокойно принял такой финал. Улыбнулся и пошел дальше. И, скорее всего, никогда бы и не вспомнил про это произведение, только изредка вспоминая про аниме, где на мотоцикла танки ехали девушки. По миру полному красивых пейзажей разрушенного мира. К чему я это все? К тому, что в манке действительно есть финал всей истории, которого мы сейчас и коснемся подробно. Как я уже указывал ранее, аниме заканчивается на эпизоде с подводной лодкой, где девочки также смотрели архивы прошлого, а потом повстречались с загадочными существами, которые питались ракетами. А в конце главы эти существа улетают в небо, забрав с собой и маленького попутчика девушек, который воссоединился со своим видом. Вот только на этом история не заканчивается, а продолжается дальше. Тут также важным нужно отметить, что только сейчас, ближе к концу манги, полностью показывается флешбек о жизни девушек в деревне, когда во время трагических событий дедушка одной из героинь и отправил их в то самое путешествие. И именно в этом флешбеке становится ясно, что родная деревня уничтожена между усовным конфликтом, и что возвращаться героиням просто некуда. И поэтому путь их лежит только вперед. Первым путешествием не выдержал железный конь, старенький Кэттенкрат, который не подводил героинь за все эти годы. Он не раз ломался по пути, но на этот раз все было действительно серьезно. Целую главу девушки безуспешно пытались его починить, но как бы сильно они не старались, это был конец. Транспорт, который стал настоящим другом и помощником, приходится оставить позади, вместе с припасами, которые не получилось унести с собой. Путешествие девушек медленно, но верно приближается к своему финалу. Изможденные и усталые они достигли исполинского здания, которое было целью их многолетнего путешествия. Там, на крыше, они должны найти спасение, но сперва им предстоял долгий путь наверх. Целыми днями они продолжали взбираться по обломкам этажей и переходов. Припасы начинали подходить к концу, и на растопку костра уже пошли книги, которые они любили читать по вечерам. И даже личный дневник сгорел в теплом пламени. В итоге девочки добрались до винтовой лестницы, которая вела на крышу. Финал приключения был уже рядом. Ступенька за ступенькой, последние припасы уже съедены, последние страницы дневника догорели. Но девочки день за днем продолжали идти по этой бесконечной винтовой лестнице в темноте, держась за руки. «Чичан, ты боишься смерти?» спрашивает одна из девушек. «Да», отвечает ей подруга. «Я тоже». В этот момент у читателя сжимается все естество. А нехорошее чувство достигает апогеи. Они потеряли все по пути сюда. Машину, винтовку, книги, дневник, а теперь и свет. И даже звук их шагов утопает в эхе. Наступает кульминация всей манги. Наступает момент, когда они наконец-то выходят на крышу. Момент истины. Что же ждет их на крыше? Лагерь беженцев? Небольшое мирное поселение? Взлетная площадка и транспорт, который доставит их в нужное место? Зачем дедушка мы как читатели уже знаем ответ. Мы чувствовали это, но просто отказывались в это верить. На крыше не было ничего, лишь тишина и пустота. Усталые героини садятся на свой последний привал, чтобы допить остатки воды. Возможно, мы ошиблись. Правильно ли мы поступили? Но если бы мы все-таки повернули назад и пошли в другое место, тогда, может быть, сейчас мы были бы где-нибудь там, где тепло, где есть еда и тогда отчаяние потихоньку захватывает Тита и читателя. Неужели все эти годы, все эти поиски, все это путешествие, все это было ради этого? И тогда Юрий, чтобы успокоить подругу, начинает с ней игру в снежки. Я не знаю, говорит Юрий, это что было бы лучше всего сделать? Почему мы, возможно, единственные два человека на земле? Много чего я не знаю. Но жизнь была действительно прекрасна. Девушки доедают последний случайно найденный паек и ложатся спать под открытым небом. Камера уходит в небеса и мы видим надпись «КОНЕЦ». Ни сил, ни припасов на обратную дорогу нет. Но девочки не упали в отчаяние до самого конца. Потому что жизнь была действительно прекрасна, а путешествие было веселым и запоминающимся. Как часто в том или ином виде мы слышим фразу «Важно само путешествие, а не финальный пункт назначения?» Эта метафора самой жизни обсуждается так часто, что невозможно сосчитать разнообразных интерпретаций этих слов. Именно мощнейший и разрывающий душу финал маги выводит произведение на новый уровень. Не каждый бой обязательно ведет к победе. Не каждый путь обязательно приводит к счастливому концу. При любом исходе в конце жизни нас ожидает смерть. Поэтому нужно уметь наслаждаться жизнью, пока еще есть время. насладиться своим путешествием, последним путешествием. И после этого сильнейшего финала большинство захочет еще раз с самого начала перечитать мангу и уже сознанием финала в полной мере почувствовать весь путь главных героинь. В концепте обсуждения финала важным также будет обратить внимание на две экстры, выходившие в манге. Первая экстра является эпилогом. В этой небольшой главе не используются слова и вся она состоит только из панорамных кадров на всю страницу, на которых изображены места из путешествия девочек, словно застывшие картины из жизни, пролетевшие перед глазами. Но все внимание читателей будет сосредоточено на последнем кадре, где изображена обрушившаяся стена и нарисованные загадочные круглые символы. Также в кадре видны вещи и каски девушек, но как можно заметить, их самих в кадре нет. Среди комментариев под этой страницей на разных сайтах тут же выдвинулась теория о том, что девушки могли найти портал и они были перенесены в другое место. И именно за этим девушки и шли сюда все время. В дополнение к вышесказанному, на последней странице эпилога написано послесловие от автора, где она благодарит читателей. А на фоне мы видим главных героинь, которые стоят посреди птиченичного поля, которая резко контрастирует с заснеженной крышей, где остановились героини. Следовательно, они действительно были телепортированы. Да, людям действительно хочется верить в хэппи-энд всем сердцем. И я в полной мере понимаю это желание. Но я бы хотел обратить ваше внимание на еще одну экстра главу. Потому что основная брешь в теории телепортации в том, что мы никогда ранее не встречали телепортацию в истории. Но зато мы встречали подобные круглые символы. Это не что иное, как язык машин. И под этими круглыми символами оказываются зашифрованы стихии, которые девочки начинают читать. В дополнительной экстре это оказывается поэма Германа Гёссе, немецкого писателя и лауреата Нобелевской премии 1946 года. И если верить Википедии, то современники часто обвиняли его в безразличии к политике и войнам, осуждая его за то, что автор сосредоточен на поисках и изучениях внутреннего мира людей, тогда как мир вокруг меняется так стремительно. А на рубеже 60-70-х годов Германа Гёссе нарекают кумиром бунтующей молодежи, а также признают самым читаемым европейским писателем в США и Японии. Как видите, теперь становится понятно, что круглые символы в конце эпилога это не какое-то неведомое нам устройство телепортации, а красивая эпитафия. Стихи, начерченные на могиле, красивая точка от автора манги, а поле пшеницы, на котором показаны девушки, это лишь популярная метафора загробного мира. Иолисейские поля или Элизиум из греческой мифологии. Так же, как, например, финальные кадры культового фильма Ридли Скотта Гладиатор, где герой тоже шел по пшеничному полю. Но нам, как читателям, несмотря ни на что, даже перед лицом неопровержимых и грустных фактов, все же всегда хочется верить в будущее. Но одно дело, когда у читателя есть над чем поразмыслить в финале произведения, а совсем другое дело, когда у зрителя забирают сам финал. Аниме вышло в 2017 году, а финал манги вышел в 2018. Если бы у создателей аниме хватило мужества на второй сезон, чтобы полноценно экранизировать финал манги, или если бы они обсудили финал истории с мангакой, чтобы выпустить аниме и экранизировать финал таким, каким он и был задуман и показан в манге, то я бы однозначно назвал это аниме одним из самых запоминающихся произведений последних лет. Но, увы, авторы сериала решили, что зрителям нужны позитивные и жизнеутверждающие эмоции. Или они просто поленились провести беседу с мангакой. Но своими действиями они из уникального продукта с сильным посылом сделали лишь простое сезонное приключение. И это действительно печально. Подводя итог, манга девушки в последнем путешествии это метафора жизни с очень сильным посылом и душераздирающим финалом, который навсегда врезается в память. Во многом, благодаря грамотной постановке, подаче и посылу, который она несет. А аниме девушки в последнем путешествии это милая повседневность с очень хорошим визуалом, которая хорошо передает атмосферу путешествия по мертвому миру, с отличной картинкой и шикарной музыкой. И как же жаль, что мы не можем получить и то, и другое в одном произведении. Потому что тогда я бы без зазрений совести назвал это произведение шедевром. А на сегодня это все. Большое спасибо всем, кто нас смотрел. Большое спасибо всем, кто поставит лайк и ставит комментарий. Напишите мне, пожалуйста, что вы думаете про финал девочек в последнем путешествии. Что вам больше понравилось, финал в аниме или финал в манге. Будет очень интересно почитать. Кстати, сейчас на экранах вы видите интересные комментарии из-под предыдущего обзора. Мне каждый раз приятно читать такие развернутые так что у всех есть шанс попасть в следующее видео. Еще раз всем большое спасибо за сегодня и, как говорится, засайка.